Этот день настал. Очень долгое время я не брался за карьеру. Я не помню, когда последняя у меня карьера была в FIFA, только, наверное, на летних стримах, когда нам было очень скучно. Я играл за подписчиков. И, по сути, ни одна карьера у меня не продолжалась больше 15 серий. Самая масштабная моя карьера была самая первая. Это карьера за одного мальчика, Дима Нахмаров, FIFA 15. Это был не очень качественный контент, и, как по мне, ну, это очень было стрёмно. Но это самый крутой проект у меня на канале, и поэтому я решил возобновить рубрику карьеры на моём канале. В группе ВКонтакте я проводил опрос, за кого лучше играть, за какую команду, и там выиграл футбольный клуб Ливерпуль. Но, честно говоря, я просто подумал так про себя, что, типа, ну, блин, вряд ли будет интересная данная карьера. Ну, ничего, да, я буду играть, и уже, наверное, на третьей или четвёртой серии всем разонравится. У меня были в голове мысли, как улучшить этот проект, сделать что-то необычное, там, масштабное. Ну, блин, я всё равно думал, что это никак не зайдёт, и, скорее всего, это бы никак не зашло. Потом мне пришла самая гениальная мысль, о которой вы уже прописали, прочитали, точнее, в названии данного видеоролика. Это канал D104, и это карьера за Александра Головина. Если уже на то пошло, Александр Головин, мы все понимаем, что это сейчас одна из самых главных звёзд российского футбола, и я очень давно слежу за этим игроком. Так как я являюсь фанатом ЦСКА, я его заметил очень давно, и по его игре было заметно, что этот игрок должен вырасти в хорошую такую звезду. Сейчас он на хорошем уровне, но должен подниматься с самых низов прямо на самый верх. И поэтому я считаю, что именно я смогу ему помочь в ФИФе, в Корее, в ФИФА-19, продвинуться ему вперёд, и выиграть, и вытащить от Монако сам к низов. А то они собака, блин, в реальной жизни что-то прям тупят жёстко. Вот наш Монако, у нас домашний успех один, это главный международный успех, средняя популярность марки, средняя, финансы низкие, что, к слову, странно, должно быть. Трансферный бюджет 50 миллионов, когда у нас за Кирином Баппе отдавали примерно 160. Ну ладно, развитие молодёжи среднее. Вот это точно блефует, потому что развитие молодёжи здесь на первом месте. Так, да, мы играем в Лиге Чемпионов, здесь всё реалистично, поэтому у нас будет самый настоящий матч в Лиге Чемпионов. Легенда номер 17, Александр Головин, рейтинг 79, и он будет играть за меня. У него даже финты 4 звезды, это будет офигенно. Ху, блин, год карьера за игрока, блин, я, наверное, с ФИФу-15 так и не играл в неё, поэтому будет очень интересно. Так, давайте посмотрим, что от нас будет требовать футбольный клуб. Твоя средняя оценка за матч Лиги должна быть не ниже 6,6, но это, в принципе, легко выполнимо. Совершите не менее 76% точных передач. Необходимо число головливых моментов более 43, это весело. В принципе, для нашего игрока, мне кажется, это выполнимо, и давайте будем приступать к этому. Текущая стоимость нашего игрока 17 миллионов, зарплата 52 тысячи евро в неделю. Если бы мне на Ютубе столько платили, эх, было бы замечательно. Я могу сейчас завершить карьеру и запросить аренду. Что-то не очень круто в начале карьеры. Так, давайте рассчитаем тренировочку, может быть, что-нибудь у нас получится. И смотрите, две оценки пятёрки, мы такими темпами будем самыми крутыми в ФИФе. У нас предсезонка начинается, предсезонный турнир, и мы в первом же матче в основе. Давайте попробуем групповой этап за сегодня пройти, и в следующей серии, я надеюсь, мы выйдем в плей-офф и выиграем первый титул. Так, мы можем играть как Головин или играть за всю команду. Я считаю, что нужно играть за Головина. Если вы так не считаете, то напишите, пожалуйста, в комментариях, и в следующем видеоролике я буду играть за всю команду. Какое-то очень тёмное поле, это очень странно, и смотрите, так, 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 у нас пока что всё хорошо идёт. Так, Головин, хорошо, Финтон, проходим, отдаём пас. Не может, это будет голевой пас? Нет, не будет. О-о-о, первый гол, и этот гол в наши ворота, к сожалению. Не смогли мы ничего сделать, и самым лучшим образом начинается наша карьера. Так, не нужно забивать, хорош! 1-1, мы забиваем первый гол за нашу команду, точнее, не мы, а наша команда забивает. И, господи, какая нестандартная камера, мы радуемся. Этому голу, потому что, ну, не хочется проигрывать в первом матче. Нет, ну, блин, ну, с головы, серьёзно? Я не понимаю эту игру, почему здесь так легко забивать с головы? Прямо в конце первого тайма пропустили, хотя играем неплохо. Так, а может замахнуться? Хорошо, и ударить можно, а это наш первый удар. Ух, как это красиво! И удар вдаль, о-о-о, серьёзно? Вот это гол! Великолепный просто гол, серьёзно. Вы видели, как он обвёл игрока, я думал, что он уже мяч потерял. И в итоге Саша Главин в своём дебютном матче забивает сумасшедший по красоте гол. Я надеюсь, нам сейчас покажут качественный повтор. Хотя, честно говоря, не думаю, что будет повтор хороший. Давайте смотрим. Вот здесь, смотрите, как он на финте убирает и просто бьёт. Смотрите, удар-то вроде бы летит не в вороту. Извините, у меня качество, конечно, плохое, но это просто шикарный удар. Блин, я готов смотреть на это вечно. Я, честно говоря, не верил, что мяч пойдёт в ворота, а он залетает прямо в угол. Вот такой вот у нас радушный дебют. Ой, блин, вот это привоза уровень Монако, серьёзно. Саша, Сашенька бежит, и нужно дать ему пас. И вот сюда же хороший пас. Можно сделать, но можно и так сделать. 3-3, просто матч камбэков. Мы уже третий раз отыгрываемся. И самое главное, хотя бы эту ничью удержать. Всё, закончился наш первый матч. Как по мне, удачный. Мы забили даже один гол. Вот такая наша статистика. Можете посмотреть, как по мне, это достойно. Так, ну мы 100% понравились тренеру походу. И он нас во втором матче подряд ставит в стартовый состав. Оле, ола. Дождик только на улице, это не очень круто, поэтому будет играть тяжело. Головин шикарно принимает передачу, отдаёт. И вот сюда можно ещё Головину. Хоу, давай забивай, братан. Это нужно забивать, как ты не забил. Шикарная ситуация для забития гола. Головин, хорошо, начинаем атаку здесь. Можно, в принципе, навесить, но мне кажется, наш друг не додумается до этого. Поэтому удар вот такой, блин. У нас уже два крутых шанса, и мы не забиваем. Так, как Головин хорошо играет. Его дриблинг просто шикарный. Матч, честно говоря, пока что скучный, и ничего опасного не было. Так, опасно. Ух, как он проходит. И давайте, давайте, заколачивайте. Надо было забивать. Ух, 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 галасо. Мы опять же в этой атаке принимали участие. Головин способствовал этому голу. И в конце первого тайма мы забиваем наш первый гол. Так как у нас ещё не начался полностью турнир, я считаю, что эти матчи скучные. Мы, в принципе, сделали хороший первый тайм. И давайте попросим замену тренера. Надеюсь, он неплохо отреагирует. Тем более, он нашими отзывами только просто гордится. Давайте просим замену. И рассчитаем результат остатка матча. В итоге Монако выиграли 3-0 Боруссию. И мы находимся на втором месте. И у нас последний матч с Баашвитой. И, в принципе, мне кажется, мы должны выйти из группы. Нас опять ставят в основной состав. Давайте сыграем один тайм, чтобы не сильно много играть. Надеюсь, у нас всё получится. Какие-то у нас некрасивые стадионы. И камера какая-то мне не нравится. Наверное, в следующий раз мы её поменяем. А пока что Головин должен показывать свой уровень. Так, Головин, вот сейчас твой шанс блеснуть. Ху-ху-ху. Давай наш любимый финт. Шикарно. И передачку можно сделать. Вот нет, передача-то плохая. Надо было бить. Или нормальный пас отдать. Так, вот такая передача. Ай, я не туда. Хотя вот теперь туда. И мы забиваем ещё один гол. 1-0. Опять мы выходим вперёд. Такая передача, которая, типа, в хоккее считалась бы за голевую. Так что мы, в принципе, вообще молодцы. Так, всё. Первый тайм мы отыграли. Запас бодрости нашей команды мы сделали. Соответственно, можем попросить замену. Потому что нам ещё в плей-офф играть. И потому что видеоролик будет слишком длинный. Да, выход в полуфинал кубка. Вон там написано. И у нас будет матч с Галатасараем. Также ещё в 1-2 финал играет Порту и Буашвита. Но мне кажется, финал будет Порту против Монако или Галатасараю. Но это мы уже узнаем в следующей серии. Надеюсь, данная серия вам понравилась. И вы поддержите этот проект. Потому что, честно говоря, для меня он будет очень значимый. Головин – это очень крутой чувак, за которым я слежу. И в идеале в течение данного проекта я себе куплю майку Монако. Сзади будет Головин. И я буду радостно играть в эту карьеру. С вами был я, Дэсту4Х. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки на Ютубе, ставьте лайки в ВКонтакте, где угодно, где хотите. Я везде есть, кроме как Телеграма, Фейсбук, Твиттер и так далее. Хотя в Твиттере можете меня найти. Всем спасибо ещё раз за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok